Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии, и я рада вас видеть снова на моём канале. Я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Кто ещё не подписался на мой канал, может сделать это прямо сейчас. Ну а у меня сегодня интересный сюжет, опять-таки, для собачников, для владельцев животных, так как я вернулась с работы, и мы сегодня с моей дочкой Катюшкой договорились о встрече. Она приведёт свою собачку Кайлу, щенка, и мы будем приучать их друг к другу знакомиться и дрессировать Эмили таким образом, чтобы она социализировалась с другими собаками. Поэтому, кому интересна эта тема, поехали вместе со мной. Ну а кому не интересно, находит для себя подходящий сюжет в моих многочисленных плейлистах. Прежде чем я начну, хочу вас поблагодарить за прекрасные комментарии, которые вы оставили под предыдущим видео. Никто не прошёл мимо, особенно, конечно же, владельцы собачаник маленьких, у которых такая же проблема, которые наивно предполагают, что маленькие собачки созданы для любви. Конечно же, любить маленьких собачек нам никто не запрещает, но всё равно научить их правильно себя вести можно в любом возрасте. И прежде чем пригласить этого психолога, конечно же, я проконсультировалась в разных местах. Кто видел сюжет, когда мы с Беатом были на ужине его компании, где шеф снял шикарный ресторан в спа-отеле, значит, и там у нас за одним столом сидел его сотрудник, который помимо работы имеет хобби – дрессировку собак. И он так взахлёб рассказывал о своём хобби, что я, естественно, у него спросила, а до какого возраста нужно ходить в школу? И тут он мне сказал, что никогда не поздно начинать, и что 11 лет собаке абсолютно никакой не предел. И кто мне писал, что ей осталось жить год-два, это абсолютно не является никаким поводом воспитывать собаку, потому что никогда не поздно начинать собаку приучать к чему-либо. И дело тут не в привычках. Собака – не человек. Самое главное, что она ждёт от нас, от хозяев, это миску с едой вовремя, безопасное место, где она может спрятаться, поспать, чтобы это было сыто и тепло. Всё. Понятное дело, что она ластится, вы её гладите. Это не без этого. Конечно же, какие-то грубости и насильственные обращения с животными категорически запрещены. Но собака вас не будет меньше любить от того, что вы будете её приучать к какому-то порядку. И она это не воспринимает, как мы, люди, с обидами, либо там кто-то мне писал, впадёт в депрессию, либо у неё там какие-то инсульты, инфаркты случатся. Конечно же, когда собака невоспитанная, она выходит на улицу и у неё стресс от всего. От ветра, от шума, от проезжих машин и так далее. И наша с вами задача – помочь собаке. Вот. Следующий вариант у меня на работе. Моя сотрудница Изабель, а помимо массажа, опять-таки, имеет хобби, которое монетизируется. Она разводит щенков. И очень необычные расы, которых буквально два заводчика в Швейцарии. Я так хотела снять с ней сюжет, пока у неё были щенки. Но пока мы решали, определялись, какой это будет день, щенки у неё моментально все продались. Поэтому жду следующего варианта, наверное, весной, чтобы уже приехать к ней и показать, и рассказать и правила разведения собак в Швейцарии, и правила содержания, требования к питомнику. И, конечно же, она помимо разведения собак, она ещё и занимается их дрессировкой. Потому что элементарно щенки находятся у неё какое-то время. И должна быть железная дисциплина, чтобы они не вылазили на голову. Потому что собачки достаточно крупные. И у неё у самой много собак. Поэтому без дисциплины никак. И она мне точно так же сказала, что когда мама приходит домой, мама сначала делает свои дела, а потом она подходит к собакам. И собаки не прыгают на неё, а спокойно ждут со своей игрушкой, когда мама закончит свои дела и займётся потом с ними. То есть это всё равно, что ваш ребёнок будет бесконечно просить у вас сладости, и вы будете ему потакать и давать. Либо вы ему скажете, нет, сейчас сладостей не будет, ты получишь на полудник в 4 часа дня печенье и молочко, например. И ребёнок уже знает, что ага, в это время я что-то получу. Конечно же, он будет пробовать всячески получить это раньше времени, падать на пол, бить истерику и так далее. Но вы же хотите его воспитывать правильно, поэтому вы стоите на своём. То же самое с собаками. И от этого, от того, что вы приучаете к чему-то, собака вас не будет меньше любить, и тем более не будет чувствовать, что вы её не любите. Поэтому это заблуждение, кто так думает. И когда я с этими двумя профессионалами пообщалась, то, естественно, я нашла рядышком с нашим городом такого психолога. Было 6 в моём окружении. Именно эту женщину я выбрала потому, что у неё индивидуальный подход каждой собаки. Она определяет характер собаки. И для каждой собаки определённый подход. У кого возникло подозрение, что мой муж как-то неправильно воспитывает мою собаку, либо наперекор мне, либо он там что-то где-то делает не так, как мне нравится, значит, говорю сразу, у меня трое детей и у меня собака, которой уже 11 лет. Поэтому мужчина, который появлялся в моей жизни, не он меня взял с тремя детьми и собаками, а мы его приняли в свою семью. И он согласился играть по нашим правилам. Такое у меня железное правило. Поэтому кто с ним не согласен изначально, тот не попадает ко мне в дом, в моё окружение. Поэтому что-либо диктовать какие-то условия ни моим детям, ни моей собаке, ни один мужчина не может. Это договорённость изначально. Беат точно так же, как и я, безумно любит нашу собачаньку. До того, как мы переехали в новую квартиру, он с собакой не гулял. И наши графики работы были всегда так построены, что у нас не было времени, чтобы потратить час-два на какие-то прогулки с собакой. Сейчас, когда мы переехали в это прекрасное место, возле замка, уже мы себе решили завести такую привычку, что мы каждый вечер будем выходить на прогулку. Собаку мы приучили гулять на улице. На пелёнку она уже не ходит, потому что сейчас у нас квартира маленькая, нет огромной террасы, как было в прошлой квартире. Поэтому она прекрасно, моментально научилась выходить на улицу и делать там свои дела. Опять-таки в этом возрасте. Хотя она всё время ходила на пелёночку. Так что это никакая не проблема с возрастом, потому что собака абсолютно быстро привыкает к чему-то новому. Главное, это как систему поставить. Вот. Ну и сегодня наш опыт. Выйдем таки общаться с другими собаками. Выбрали себе достаточно время, чтобы не спешить, чтобы это всё размеренно сделать, обдуманно. и проанализировать все наши ошибки, которые мы допускали до этого. Швейцарские собаки очень воспитаны изначально, с детства. И иметь такую непослушную собаку, это слава богу, что она дома не лает и не создаёт никаких проблем. Что она хотя бы спокойная, когда нас дома нет. А есть собаки, которые безобразно себя ведут в отсутствие хозяин, и это долго не продлится, потому что соседи будут писать жалобы, и у вас будет вариант, либо вы теряете квартиру, если вы её снимаете, либо, если это ваша квартира, то вам нужно будет избавиться от животного, либо у вас его просто заберут, потому что вы им не занимаетесь. Поэтому здесь вот так вот пускать на самотёк, вот да, она у меня такая, и пусть остальные подождут, здесь так не работает. И кто мне ещё сказал, что это европейское воспитание, вот у нас по-разному. Ну, ребята, ну, я сюда привезла собаку, 8 месяцев ей было. Поэтому, естественно, мы должны её воспитывать по-европейски. Другой момент, что до недавнего времени у нас не было необходимости и времени, да, там, выходить с ней на улицу, гулять, наматывать километры. То есть, если мы где-то и выходили, мы брали её куда-то с собой, в лес, в горы и так далее, то есть, это были какие-то прогулки в кругу семьи, то сейчас очень много собак нам попадаются навстречу, и, конечно же, это явилось проблемой социализации, и мы её готовы решать. Как бы сложно не было на первый взгляд. Ну что, покажу вам теперь наши результаты. Ну что, уже две попытки мы провалили с двумя собаками. Одна большая, другая маленькая. Невозможно было её удержать. Прямо кидается, срывается с поводка. Я не знаю, я присела на её уровень, стараюсь ей что-то объяснять, но, как говорит Беат, с ним она более спокойная. А вот когда она даже со мной рядом, смотрите, она идёт с ним и постоянно смотрит, где я. Вот я немножко отстану, она уже оглядывается. Вот, где мама, где мама. Всё время она в беспокойном состоянии, хотя она должна быть абсолютно спокойна, что всё хорошо, ничего не происходит. Да всё хорошо, всё отлично. Катя пришла. Катюшка наша. А сейчас, смотри, какая воспитанная Хайла. Эмили, давай, не закашляйся. А ну-ка, ну-ка, Кайла писает. Так. Я-я, вас увезет Катя. Так, обратно. Но уже лучше. Боишь, он быстр. Да. Попытка номер три. Исту, она даже на тебя не реагирует. Мне кажется, так лучше, да, когда она без поводка. Я её не тащу никуда. Эми, нет. Нельзя. Эми, успокоилась. Собачка маленькая. Эми, бракуйся. Кайлочка. Все понюхали? Нюхают друг друга. Нюхают. Не заупрекай. Alles gut, Эми. Alles gut. Alles gut, Эми. Всё, молодец. Alles gut, Эми. Иберсёжка. Nein, nein, ты можешь schon lernen. Кайлочка. Кайлочка. Кайлочка, команда. Рядом. Кайла хорошая девочка, она не будет на тебя кидаться. Рядом, рядом, не нервничай, не нервничай. Хочет Кати. Катя никуда не денется, Катя рядом с нами. Катя рядом. Рядом, рядом, рядом. Мы не реагируем на других собак. Мы даже не смотрим на Кайлу. Ты прав, Эмили. Я уже не верю своим глазам. Катя, поднимай. Катя, поднимай. Катя, поднимай. Катя, поднимай. Боже, она уже хотя бы рядом с другой собакой, не кидается на нее. Конечно, когда видит меня, то все. Идти она хочет только задом наперед. Ай, господи, устала, устала, красотка. Ну все, боже мой. Оказывается, австралийская собака, она пастух. Это овчарка же, австралийская овчарка. Поняла, Эмили? Кайла у нас пастух. Иди рядышком, рядышком, да. Молодец. Просто горжусь тобой. Просто тобой горжусь. Умница. Умница. Давай кину. Вперед. И опа. Умничка. Умничка. Молодец. И Кайла молодец. И Эмили молодец. устала да ну все вот так вот отдыхает престарелая женщина да моя красавица все и уже без поводка себе спокойно рядом с кайлой рядом рядом идем да она бегалась к нам идут гости приготовься нас гости у нас гости все у нас три милана кто у нас гостях ты не поверишь в жизни ты не поверишь жизни эми молодец моя красавица иди сюда место место моя красота это кайла видишь все все отлично отлично шам атака клонов атака атака клонов с двух сторон но смотрите вообще до потрясающий результат и кто мне сказал что в этом возрасте уже не переучиваются собаки все они понимают до катя умнички так вы видели результат потрясающим безумно благодарна катюшки моей за то что она пришла со своей собакой как бы стрессово для нее тоже не было но щенку тоже надо учиться как реагировать на такие вот ситуации значит когда она вначале кидалась я отошла с ней в другую сторону пошла в противоположное направление и отработала с ней такие команды как рядом стоп отпускала ее на длинный поводок потом призывала к себе иди ко мне вела на коротком поводке рядом стоп и когда мы это отработали она немножечко успокоилась мы тогда вернулись уже кайли и уже она шла рядом абсолютно спокойно здесь еще был такой фактор что она соскучилась за кати за мы скучаем в украине за кем-то вот и и конечно же она хотела кати бежать крису бежать и она не понимала что это за псина рядом с ними вообще почему на нее никто внимания не обращает почему они смотрят на другую собаку и для нее это было тоже новая ситуация поэтому я тоже попросила чтобы катя оставила собаку подошла сначала к ней поздоровалась поприветствовала ее и потом уже шла со своей собакой но я очень довольна результатом конечно же она мертвая сейчас морда лежит рядом устала устала но умничка умничка просто горжусь и вот ну и вы видели в конце как моя престарелая собака значит она еще форы даст кому угодно она очень активно и прыгает и бегает и на перегонки и уже без поводка в конце рядом скайлы спокойно шла дома тоже бесподобно себя вела пару раз гавкнула на собаку обозначила что она хозяйка вот так что видите маленькими шажочками к большой цели спасибо огромное за вашу поддержку теплые слова надеюсь что я своим примером тоже покажу владельца маленьким собачек что можно и нужно их воспитывать вот буду рада обратной связи с вами в комментариях спасибо кстати за ваших кинологов которых вы мне предложили обязательно сегодня на досуге посмотрю предложенные вами каналы вот ну а мы увидимся с вами уже завтра в не менее интересном сюжете отличного всем дня и прекрасного настроения пока пока гуси-гуси га-га-га есть хотите да 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 а кто тут ревнует уже гусям ревнует гусям да все нормально гуси на месте